Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алексей Купин признался в любви Майи Донцовой. Он предложил девушке сыграть на Сейшелах свадьбу. Но Майя отказалась от свадьбы, также она не готова пока к ответному признанию в любви. Как вы помните, Вальтер Соломенцев улетел на Сейшелы без Олеси Лисовской. Она даже не стала его провожать, заявила, что ненавидит мужчину, потому что он ее использовал. А Вальтер после приезда на остров сразу же заселился с Лизой Триандафелиди. Это довело Олесю до слез. Стас Дегтяренко рассказал о том, что ради любимого проекта он забросил спорт. Стас пишет, что занятия греблей приносили гроши. Ему платили 12-15 тысяч в месяц. Сначала он думал, что может совмещать спорт и Дом-2, но с ним расторгли контракт. Юлия Ефременкова после ссоры с Мариной Тристановной и Абрамсон поставила ультиматум. Либо выгоняют женщину с проекта, либо уходит она. Оля Бузова предложила дисквалифицировать маму на время декретного отпуска Тата и Валеры. Абрамсон-старшая попрощалась с некоторыми участниками и покинула Дом-2. С проекта выгнали двух участников – Никиту Подворного и Сергея Кузнецова. Лилия Четрару публикует новые снимки после ринопластики. Многим зрителям ее новый нос показался слишком маленьким. Также нос Ольги Бузовой стал объектом насмешек. На кадрах с одного из недавних выступлений видно, что теперь ее нос достает почти до верхней губы. Скорее всего, такой нос – это результат неудачной ринопластики. Дарина Маркина ответила на вопросы подписчиков касательно пластических операций, которые она себе делала. Операций никаких и не было, пишет она. Она даже не колола косметические уколы. Красота у нее естественная. Андрей Чуев в прямом эфире Инстаграм выложил аудиосообщение о своих разговорах с Мариной Африкантовой. И он действительно подтвердил этими сообщениями, что они договаривались с Мариной о встрече. Хотя Африкантова-старшая утверждала, что он подкараулил Марину и пытался ее похитить. По словам Чуева, ему нужна была личная встреча, чтобы потребовать у Африкантовых прекратить его обсуждать. Ни о какой любви к Марине речи не идет. Чуев сейчас живет с девушкой, ей 19, и он хочет воспитать достойную себе женщину. Марину он даже пальцем не тронул, никто ее не бросал со свадьбой. Все это было по сценарию, заранее оговоренное, и семейка была в курсе. Все было для зрителей, чтобы им было интересно смотреть «Дом-2». Он сказал, что Марина скучная, неинтересная, ей важен только ее инстаграм. Антон Гусев и Вика Романец все-таки подали заявление в ЗАГС. Они остановились на красивой дате 0707 2017. Полтора месяца, пишет Романец. Отсчет начался. Хорошо хоть платье выбрала, половина дела сделана. Гостей у нас будет не так много, около 110 человек. После свадьбы отправятся в романтическое путешествие по Франции. «Я не переживаю за бизнес», пишет Антон. «Все дела буду контролировать онлайн». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ. «Дома-2» на канале ТНТ.